МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В составе делегации в Омск также приехали глава управления физкультуры и спорта Североказахстанской области Руслан Есиналин и руководители спортивных центров. За круглым столом гости встретились с министром спорта Омского региона Александром Фабрициусом и обсудили вопросы взаимодействия. Результатом диалога стало двустороннее соглашение о сотрудничестве, предусматривающем обмен в сфере физкультуры и спорта двух дружественных территорий. По завершении круглого стола гости отправились на экскурсию по спортивным сооружениям Омска. В первую очередь они посетили дворец единоборств, который является одновременно тренировочной площадкой школы Александра Шлеменко и местом проведения крупных соревнований областного и российского масштабов. Затем гости перешли в соседнее здание Омского велотрека. Уникальное для России спортивное сооружение, позволяющее проводить соревнования по велосипедному спорту, гимнастике, акробатике, бадминтону и другим дисциплинам на самом высоком уровне, поистине впечатлила делегацию из Казахстана. Руслан Есиналин в беседе с Александром Фабрициусом признался, представлять интересы республики на Омском велотреке – честь для спортсменов Североказахстанской области. Последним пунктом в экскурсии стал СКК имени Виктора Блинова. В музее хоккейной славы Омской области делегата встречал ветеран спортивного движения Виталий Высоцкий. Он кратко рассказал о славных спортивных традициях большого спорта, которые стали гордостью и славой при Иртышье. Затем Александр Фабрициус пригласил гостей на ледовую арену, где на тот момент проходила тренировка детской хоккейной команды. Здесь казахстанцев заинтересовало покрытие, которым застилается лед перед проведением волейбольных соревнований российского и международного масштаба.